и снова всем привет на канале олег нестеров брест сегодня мы как я вчера обещал до полируем это корыто и отдадим его на сегодня у нас небольшой сабан тучик какой тут будет будет интересно то есть покажу как вчера мы красили в границу под поролон до для чего мы это делали чтобы гранички не были у нас слишком резкие и чтобы их можно было убрать как их убрать это я вам сегодня и покажу но ха блин самая главная новость короче сегодня звонили мне представители нашей фирмы брестской красок то есть ему обещает как бы нашлет очень много интересных конкурсов в том числе и будем проводить скорее всего тест краски производимой в бресте я вот торопился в гараж точно не узнал что там еще производят по моему шпат легкий то есть мы произведем и вполне возможно что будет какой-то призовой конкурс то есть кто лучше положит допустим да тут получить банку а может 3 на покраску полного автомобиля краски или еще какой-то шпат легкий попробуйте на машине какую-нибудь машину скажите блин прикиньте дядя улежал задареев от такой-то фирмы пока не называю ладненько короче будет здорово и с утра как всегда они гнут если вы вдруг заблудились в тайге если у вас есть водка с собой начинайте открывать ее медленно и выливать на землю с криками что ж ты сука делаешь к вам обязательно кто-нибудь прибежит но мы начнем сегодняшний урок и так заставка рано заставка пошла вот как мы видим у нас вот тут вот граничка сейчас я приближу тут граничка и как вот можно увидеть сейчас поближе сделаю вот здесь вот у нас острая граничка да но она не совсем остро такая под матовая в конце а здесь у нас матовая как бы вот уже бампер тут красился видно пыль и его не полировали видать сейчас мы будем убирать вот эту граничку тоже также с водичкой полетель так вот облизывая сильно не нажимая можно даже рукой в таком месте такой сгладили то есть нам нужно убрать саму граничку до одинаковой поверхности матовой сейчас я протру вот как видите до одинаковой матовой поверхности тут чуть-чуть видно но я оставляю специально не надо вытирать прямо в ноль чтобы вот такое все было потому что при полировке это может помешать вот как видите здесь у нас здесь здесь чуть-чуть и оставил это я уберу уже при полировке когда буду работать машинкой ну и на остальных сторонах также но иначе полировали вот короче круг белый круги подразделяются на три категории белый это идет самый твердый желтый такой оранжевый непонятного цвета идет средний и черный круг вот такой идет самый мягкий в основном я пользуюсь больше твердым кругом но как бы если вы не на опыте начинайте с мягкого круга потому что вы можете пережечь лпк лпк это лакокрасочное покрытие если кто не в курсе губочку перед каждой полировкой вот мы полировали у нас тут немножко подсохла полиролька тепленькая водичка достаточно просто отжать не надо стирать полирольку у вас немножко раз тает и то есть это уже не так опасно будет для лпк сегодня мы будем пользовать полировочку вот такую фарекла g3 то есть для достижения наиболее лучших эффектов после g3 можно будет пройтись g10 из той же линейки но этого мы сегодня делать не будем то есть достаточно даже бывает g3 g6 хотя g3 g6 говорят они почти одно и то же ну как бы мне достаточно вот я иногда тру g3 да все вытер но под g3 я пользуюсь двухтысячной шкуркой после двухтысячной градации я уже начинаю работать с g3 фарекла чем хороша фарекла для начинающих это вообще клондайк то есть фареклой очень тяжело испортить и протереть машину не ну конечно дураку стеклянный член ненадолго да сломает и тот порежется но чем она хорошо она жирная сама по себе если если взять пасту 3М она более профессиональная от нее конечно меньше грязи вот этой все фигни разлетается но она более сухая то есть ей вы можете пережечь лакокрасочное покрытие то есть начинайте с фареклы я думаю это будет для вас самый оптимальный вариант ну паст на самом деле вот таких более известных как бы я знаю две да а вообще ну наверное их масса существует как бы ну это вот самые распространенные которые все знают ну и после того как мы все это дело забомбим мы будем пользоваться вот такой штучкой черепашка как ее там я не знаю еще многие называют черепашка это бывает разных цветов в основе входит всякая разная байда еще чем она нравится это входящий в ее состав воск который защищает поверхность так как тефлон становится да поверхность гладенькая блестящая ну и это как бы хорошая западлянка для следующего автомалера то есть если он будет красить после такой штучки спать это вот получится как мы крафтер красили это было просто ужас ну со временем она как бы смывается то есть поверхность может потускнеть ничего страшного еще раз натерли и все зергут то есть со временем да и девочка с персиками становится бабушкой с курагой так что не надо думать если вы машину покрасили она у вас 20 лет не потускнеет нет потерли да и все короче приступаем к полируйке поверхность нанесли чуть-чуть пасты что-то она не наносится до фанатизма не надо поставили на маленькие обороты чуть-чуть размазываем и погнали то есть мы не будем всю машину показывать покажем на этом участке ну и как бы черепашка вам не только даст блеск да она еще и уберет голограмму то есть так же наносим чуть-чуть растираем и втираем ну и как можно видеть Толик отойдет у тебя свитер как будто переход как можно видеть надо новый переходика не видно вообще даже если вы присмотритесь хоть лупой свите переходика не видно таким способом делаю таким способом давно то есть биндером я не пользуюсь то есть вполне можно обойтись и без биндера Толик будь здоров блин Толик это вообще вот мы и на улицу как бы выгнали то есть как можно увидеть перехода не здесь тоже чуть-чуть отмыть полирольку сейчас Дана Толя еще разводы сотрет полирольки это не полироль это вот как раз это черепашка внутри конечно вот вы видите места сварки то есть их ну я обработаю мовилью в дверку то есть вот так вот обильно вот эта мовиль как бы хорошая вот прям чтобы стекала с дверки не жалея мовилью так ну я сейчас промажу это мне неудобно мовиль у меня вот такой новоловский если где найдете замечательная вещь то есть вообще шикарная штука я у себя на мерседесе мазал ну сами знаете как самому себе да там быстренько замазал там заварил лопнувшее место и замазал зачистил и где-то два уже третий год вот недавно как бы открыл багажник смотрю а там все чистенькое беленькое то есть он не вернее он хорошо защищает так что если вы им просто намажете достаточно будет без всяких мастик ну вот так вот выглядит дверочка очень все у нас красиво получилось назло всем врагам все блястит я кукота то есть так что зря дядю Олежу там ругали несознательные люди клиент уже приходил был очень счастлив ну не успели мы просто собрать ну следите за ходом слета то есть все что касаемо слета есть на сайте и есть на канале youtube моем да в папочке дневник слета то есть как по папочкам ориентироваться вы уже наверное знаете первая строка это последние добавленные а вторая строка папочки то есть на название папочки нажимаете не на картинку а на название и у вас открывается вся папка все видео что в этой папке то есть и смотрите это касаемо не только дневника это можно гулять по каналу и то есть вот вам по окраске что-то надо залезли в окраску что-то по кузовщине залезли в кузовщину то есть дядя Олежа все разделил специально для вас то есть хоть там и много папок их по моему 14 штук там но как бы раскидано все по теме то есть там не в куче если вы сообразите как лазить в канале вы все будете очень быстро находить там материалы отдельно кузовщина отдельно окраска отдельно ремонт бамперов отдельно все отдельно а на слете у нас наоборот все кардинально наоборот на слете вы за одну цену то есть цена там обозначена да взрослый билет на весь тур составляет 240 евро детский там меньше от 120 по моему до 170 или 150 неважно то есть в слет в программу слета входит с того момента как вы приехали вас встретили все посещения музея трехразовое питание выезд на царскую поляну праздник с сабантуем все оплачено посещение музеев все оплачено экскурсии по Бресту по Брестской крепости по Беловежской пуще все оплачено мало того еще я говорил у нас скорее всего будет присутствовать белорусская фирма по производству красок там еще по моему шпаклевки да производит проведем конкурс какой-нибудь интересный либо покрасим либо зашпаклюем да что то будет здорово ну и победитель получит комплект покрасочного материала на автомобиль любого колора ну и я думаю так мне уже сегодня звонили сказали вроде бы когда ну и тут же как бы мы отделимся все равно время у нас будет свободное поговорим о том о сем поговорим эээ все что мы обсуждаем на Раксе какие то вопросы может будут у новичков и еще раз говорю наш слет поддерживает молодежь все таки это первый первый международный именно международный со всех стран будут и германия и лондон короче везде ээээ с украины с белоруссии с россии много эээ с россии даже с далеких ее краев много народу будет поэтому это первый международный слет гаражников проходящий под эгидой перспективная молодежь без наркотиков чтобы они вместо подвалов с нами тусовались да дали за плохому не научат ну и на посошок как всегда анекдот ну значит судебный процесс идет ну и судья спрашивает подсудимый почему вы не взяли себе адвоката ой да вы знаете все адвокаты отказываются вести мое дело как только узнают что я в натуре не брал эти 15 миллионов долларов такой анекдот ну а на сегодня все надеюсь все таки что вы что-то ухватили сегодня сегодня у нас хорошее настроение что-то ухватили сегодня следующее видео не заставить себя как обычно долго ждать вы дядя Олежа знаете так ну и всем здоровья вам и вашим детишкам и как говорит дядя Олежа всем добро правильно и бабла до новых встреч до новых встреч до новых встреч это